Всем привет, дорогие мои! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. И сегодня я хочу предложить вам расклад на тему «Манипулятор ли ваш партнёр? Манипулятор ли ваш мужчина?» Давайте посмотрим, какой он, его сигнификацию посмотрим, посмотрим его отношение к вам, отношение вообще, как он себя позиционирует в обществе, можно ли ему доверять. И, соответственно, манипулятор ли он по сути своей и манипулирует ли он в ваших отношениях? Сегодня у нас будет два варианта. Сегодня расклад будет не на один вариант, а на два. Зелёное-белое сердечко. Вам нужно определиться со своим вариантом. Пожалуйста, полагайтесь на свою интуицию, выбирайте именно тот вариант, который вам покажется правильным с самого начала. Не сомневайтесь, пожалуйста, в своей интуиции. Пока вы выбираете ваш вариант, я хочу напомнить вам, что если вы интересуетесь обучением Таро и вам нравится моя манера подачи информации, пожалуйста, обращайтесь ко мне. С удовольствием помогу вам получить базовые знания для того, чтобы начинать постигать этот волшебный мир. Видеоанонс моего обучающего курса находится под каждым роликом, и все вопросы дополнительные задавайте, пожалуйста, в личных сообщениях. Итак, выбирайте свой вариант, определяйтесь. Я буду использовать колоду Гранд Люкс Таро. И сейчас буду выкладывать карту-сигнификатор вашего мужчины, пока вы определяетесь с вашим вариантом. Хорошенько представьте вашего мужчину, назовите его имя, дату рождения, какие-то детали внешности его, вспомните его голос. Сейчас выстроите временный энергетический канал с ним. Итак, вариант номер один – зеленое сердечко, и вариант номер два – белое сердечко. Я надеюсь, что вы уже определились с вашим выбором. Если вам нужно время для того, чтобы еще подумать, то, пожалуйста, ставьте видео на паузу, а мы будем начинать. Белое сердечко я пока убираю, и у нас остается вариант номер один – зеленое сердечко, сигнификатор вашего мужчины. Это сложный человек, это человек закрытый, это человек с определенным каким-то опытом жизненным, возможно, даже негативным, в том плане, что сейчас он мало кого допускает в свой внутренний мир и вообще в свою жизнь, так сказать. И, в принципе, это человек закрытый, это человек сложный, с ним сложно договориться, я не хочу сказать, что он… Хотя он может быть и конфликтным, но тут не в этом смысл, а в том, что, в принципе, тяжелый характер. Человек с тяжелым характером. С таким человеком ужиться точно сложно. Он закрытый, он может не идти на контакт, он может, не знаю, морозиться, может вообще без объяснений пропадать, может как-то вести себя не совсем адекватно, периодически, на ваш взгляд. В общем, человек сложный. Давайте спросим, как он вообще проявляет себя в обществе. Ну, в обществе он себя проявляет, в принципе, приблизительно таким же образом, потому что у нас выпал рыцарь мечей. Рыцарь мечей все-таки это человек конфликтный, все-таки это человек с характером, мало того, что тяжелым, но еще и довольно конфликтным характером. Проявляет себя жестко, проявляет себя порой конфликтно, проявляет себя таким напористым, сложным. Вот какой выпал сигнификатор, в принципе, такое и проявление его в обществе. Тяжелый человек сегодня у нас по первому варианту. Давайте спросим, способен ли, можно ли ему доверять? Можно ли доверять этому человеку? Ну, в общем-то, да, сказать, что он тут способен на подлость, на какую-то, ну, специально сделать, к примеру, да. Человек довольно сбалансирован в этом плане, то есть он знает, что такое есть добро, что такое есть зло, и, в принципе, пытается сбалансировать посередине где-то. Нельзя сказать, что ему доверять нельзя. В общем-то, по этому аркану можно сказать, что, в принципе, ну, по крайней мере, в общих чертах, так сказать, человеку доверять можно. Его чувства к вам. И его мысли о вас. Давайте так. Здесь могут быть длительные у вас отношения вплоть до того, что у вас детки могут быть общие. Либо просто у вас давние отношения. Либо это мужчина из вашего прошлого какого-то. Ну, потому что это аркан прошлого, это аркан длительных отношений, это аркан прошлых. Может быть, бывшие ваши, запросто, может быть. Но чувства к вам есть. Здесь мужчина испытывает к вам чувства, потому что выпал король кубков. Тут даже добавить нечего, потому что оба кубковых аркана в чувствах и в мыслях. В чувствах мужчины к вам и в мыслях о вас. Чувства есть, чувства светлые, чувства позитивные. Мужчина испытывает к вам тягу эмоциональную. И в мыслях о вас, если вы не вместе, он ностальгирует по вашему прошлому. Если вы вместе сейчас, то значит, ну в любом случае, мысли о вас очень светлые. Итак, манипулирует ли мужчина в ваших отношениях? Нет, этот мужчина не манипулятор. Но тут как бы я и так вижу по энергетике мужчины, что ему, знаете, он как бы может быть даже считает это ниже его достоинства манипулировать. Потому что здесь мужчина прямолинейный, здесь мужчина такой конкретный. Поэтому нет, здесь мужчина не манипулятор. По первому варианту нет. Теперь давайте посмотрим второй вариант. Зелененькое сердечко убираем, кладем беленькое. И сигнификатор вашего мужчины. Ох, Аркан, дурак, красота. Мужчина идет по жизни легко и просто, как говорится. Мужчина везунчик. И мужчина ко всем ситуациям в жизни относится, в принципе, легко. Он не заморачивается. Кстати, этот Аркан также может говорить о том, что и отношения он часто строит как раз вот по такому принципу. По Аркану дурак. То есть не склонен к каким-то глубоким чувствам, не склонен к глубоким привязанностям. Может быть, молодой мужчина проходить по этому Аркану. Моложе вас, допустим. А может быть, он и старше вас. Но он просто в душе вот такой. Шут, понимаете? Но это неплохо. Это хороший Аркан на самом деле. Это везунчик. Это, можно сказать, даже любимец небес. Поэтому, ну, как-то вот все у него на лайте. Так, теперь давайте спросим, как он себя вообще позиционирует в обществе. Проявляет в обществе себя как? Ну, соответственно, и проявляет Паш Кубков. Но здесь действительно идет. Либо мужчина молодой, либо у него прям вот реально молодая душа. Он даже себя вести может иногда, как ребенок. И такой, знаете, эмоциональный какой-то, наивный даже в чем-то. Вот он себя так позиционирует. Но тут правда идет энергетика человека даже в чем-то где-то наивного. Позиционирует себя мило, приятненько. Такой, скорее всего, душа компании. С ним легко, с ним хорошо. Ну, в общем, вот такой человек у нас по второму варианту сегодня пришел. Так, давайте спросим, можно ли ему доверять? Можно ли доверять этому человеку в общих чертах, так сказать? Ну, здесь вопрос весьма сложный. Потому что пятерка жезлов выпала. То есть противоречивый ответ на этот вопрос будет. В чем-то да, в чем-то нет. Тут человек будет во многом действовать в своих интересах. Конечно, здесь не выпадает аркан обмана, прям конкретных каких-то грязных манипуляций, чего-то такого. Нет. Но мужчина, несмотря на вот эти два таких легоньких аркана, он в основном в жизни действует в своих интересах. Если нужно за что-то побороться, как-то где-то он будет бороться. И если пойти даже на сделку совестью со своей, вполне возможно, что когда-нибудь он может это сделать. То есть здесь такой противоречивый ответ на этот вопрос. Нельзя сказать, что он там обманщик и плут. Но, с другой стороны, свои интересы превыше всего. Его чувства к вам на сегодня. Его мысли о вас. Ну, с этим мужчиной у вас ситуация здесь непростая, потому что в мыслях выпал очень сложный аркан девятка мечей. Что-то может между вами происходить сложное сейчас. Он переживает. Мужчина здесь переживал. В переживалках находится. В чувствах колеса фортуны. Но мужчина понимает, что вы женщина его судьбы, его жизни. Он понимает, что вы женщина, данная ему небесами. Это кармический аркан колеса фортуны. Он понимает, что вы ему нужны реально. Вот прям нужны. Что не зря в его жизни вы. Что вы прям, знаете, какую-то удачу в его жизнь принесли. Что вы какой-то свет принесли в его жизнь. Но ситуация-то между вами сложная. Мы здесь не копаем ситуацию. Но выпала девятка мечей. Девятка мечей говорит о том, что между вами может сейчас нечто быть очень такое. Либо конфликт, либо расставание, либо какие-то проблемы. Потому что в мыслях девятка мечей переживает. Может себя даже винить в чем-то. Либо вас обвинять. Тут еще такой момент. Так, давайте спросим. Манипулятор ли он вообще по сути своей, этот человек? Этот человек, который привык, в принципе, побеждать и подчинять своей воле ситуацию людей. Сказать, что да. Потому что аркан сила говорит о том, что человек привык добиваться своего. В том числе и не только силой, но и определенного рода манипуляциями. То есть дипломатия. И дипломатия это определенного рода манипуляция. Поэтому вот так. Но к вам здесь, мало того, что в чувствах колеса фортуны, еще и аркан силы выпал. Здесь у мужчины огромная тяга к вам. Огромное влечение, притяжение. Прям такая связка, привязка к вам. И в физическом плане, и в эмоциональном плане. Ну, вот такой получился второй вариант. Кстати, на дне колоды еще и туз кубков. Ну, здесь мужчина в чувствах к вам. Несмотря на какую-то сложную ситуацию по девятке мечей. Вот такой получился расклад. Спасибо большое за то, что были сегодня со мной. Надеюсь, он вас развлек, был вам полезен. Если это так, пожалуйста, ставьте лайк. В любом случае прошу вас ставить лайк. Потому что я работаю для вас, стараюсь. И надеюсь, что мои расклады действительно для вас полезны. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписки. А я же всех люблю. Целую. Желаю всем прекрасного настроения. И только самых светлых, гармоничных отношений. Всех вам благ. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok